Друзья, всем привет! Сегодня я решила посетить площадь Бан Хамун. Посмотреть. В прошлый раз я, кстати, так и не доехала до сюда. Так, друзья, я уже на площади. Так, вот сама скульптура королюса Джону. Под его руководством была как раз изобретена корейская письменность Хангель. Слушайте, вид потрясающий. Еще сзади есть как раз дворец. Дворец Кенбу-Кун. И также, вот я смотрю, там еще дальше гора. Вообще так прикольно. Прям за памятником как раз дворец Кенбу-Кун. Солнечно очень сегодня. Блин, хотела там пофотографироваться, не знаю. Там сейчас ремонт идет какой-то небольшой. Удастся мне или нет. Вышли сегодня с утра, было, кстати, холодно. Такая площадь. Можно еще дойти до другого памятника. Сейчас покажу вам. Буквально сейчас пройдемся немного. До другого объекта. Блин, я сегодня, похоже, не пофотографируюсь. Потому что здесь идет ремонт. А эта площадь должна быть в списке тех, кто собираются первого раза поехать в Корею номер один. Так как является исторической достопримечательностью, культурной ценностью. Находится прямо в самом центре Сирилла. Смотрите, какая красота. Да, блин, прикольно, как вообще фонтанчики. До другого памятника еду. Тоже на этой площади находится. Шикарно. Не прокомментирую, кому вот этот памятник тоже на этой площади находится. Буквально вот рядышком. Сегодня просто атмосферно, очень солнечно. Блин, я не взяла очки. В общем, вот такой вот вайп. Осенний. А здесь, я не знаю, тоже, наверное, фонтаны, скорее всего. Друзья, это обязательно, конечно. Посещение этой площади должно быть у вас номер один в списке того, чего посетить в Сеуле. Что по поводу дворца Кён Бу Кун. Я уже снимала ролик, как раз весной, когда первый раз ездила. Я оставлю обязательно ссылку в описании. В этом дворце можно взять ханбок на прокат. Это такая корейская традиционная одежда. Как и девушки могут его взять, так и мужчины. То есть, они даже по цвету, как бы, вот этот ханбок, их подбирают, чтобы, если вы пришли парой, чтобы у вас была такая примерно одна цветовая гамма. Очень интересно. Вот, я не брала ханбок на прокат, потому что я вообще ездила одна. Сейчас я тоже приехала одна. Мне некому фоткать. Вот. И поэтому я не брала ханбок на прокат. Хотя я очень хочу. Если я поеду вот с кем-то, то обязательно вместе хотелось бы нарядиться в эту традиционную одежду. Сейчас я подхожу ближе к дворцу Кенбокун. Это с другой стороны дороги. Покажу вам. Друзья, вы посмотрите, какая красота. Единственное, что очень солнечно. Я прям щурюсь, капец. Какая красотища. Это же вообще прям шикарно. Виды такие. И гора, и как раз вот этот вот дворец. Сейчас там много людей. Вход туда стоит 3000 вон. Это рублей 300, наверное, на наши деньги. Вот так вот выглядит вот эта площадь. Всем советую сходить в Кенбокун. Это тоже, это вот место номер один. Вот это площадь и дворец, который обязательно к посещению. Тут еще такой прикольный, как водопадик есть. Друзья, ну все, сейчас поеду на другую локацию. В парк Ханель. Как раз утро. Вот, тем более будни, все на работе. Должно быть там поменьше людей, поменьше очереди. Быстро заскочила вот сюда вот. В прошлый раз, потому что я не посмотрела вот эту главную площадь, решила закрыть свой гешталь. Вот, и все сейчас на другую локацию.